Так, короче, я хочу заснять то, как я упаковываюсь завтра, точнее сегодня, сейчас, через 40 минут у меня начнётся поездка с Батумским мото-клубом, так сказать, Батумской мото-тусовкой в какие-то горы на два дня. И, соответственно, всё снаряжение с собой, палатка, спальник, сменная одежда, какие-то продукты, немного инструментов, канистра с бензом и вот это всё. Я думал вчера о том, как мне использовать только, например, боковые кофры, но не получится. В итоге конфиг, то есть количество кофров и в целом конфигурация крепления багажа останется прежней. С единственной лишь разницей, что просто меньше вещей, потому что палатка у меня очень большая, я никак не могу её убрать, убрать её в боковые кофры. То есть она у меня по-любому будет лежать вот здесь. Так, поехали. Начнём мы с кофров боковых, они уже собраны, их надо только закрыть и прицепить. Так, теперь патент, оба мышка, его можно даже стяжкой сейчас не скручивать, я его кладу вот сюда. Дальше, сверху у нас идёт большая сумка, герма, она с одной палаткой. Прежде чем намёту доставить, надо её затянуть вот этими ремнями. Кстати, это тоже можно взять. Берём, это сюда, сумка на магнитах идёт вперёд. Так, готово. Теперь берём и как можно плотнее стараемся скрутить гофру. Ну, она не предназначена, чтобы её так прям скручивали в ноль. Она всё-таки предполагает, что что-то в ней будет объёмное. Поэтому мы будем скручивать её эластичным шнуром. Возьмём какой-нибудь покороче. Так, ставим это дело вот сюда. А, нет, мне здесь нужны два, два с крючками. Сцепляем вот сюда. Отсюда. Всё, готово. Дальше. Канистра. Место для канистры я определил вот здесь. Сторону. Расняка. Четверо. Нот. Дознать. Нот. 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 Сцепляем. 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 Канистра. Канистра. Нормально. Так, нормально. Что дальше? Это то, что у нас должно быть в ближайшем доступе. Либо в сухости. Соответственно, это у нас дождевик. И продукты. Так, ещё я думаю сюда можно кинуть смазку для цепи. В принципе, и всё. Остаётся только снаряга. В смысле, экип. Раз, раз. Раз, раз. Так, ну что. Сегодня у нас по плану тусовка с батумскими мотоциклистами. Поездка куда-то в горы. Я узнал точку на карте. Еду раньше, потому что у них крейсерская скорость намного выше, чем моя. Поэтому я поеду, не дожидаясь их. Поеду вперёд. Поеду не спеша. Возможно, даже что-то будет слышно из моих комментариев. Потому что, ну, совсем уж не охота мне потом на постпродакшене что-то допиливать. Поэтому буду стараться, чтобы меня было слышно. Хотя, как особо это сделать? Я, ну, просто буду громче говорить, получается. Так, ну всё проверили. Бенс открыт. Документы всё с собой. Всё, с богами. Погнали. Едем до поти сейчас. Сначала едем до поти. Вещей у меня намного меньше, чем когда я ехал сюда из Перми. Оно и понятно. И ехать просто в кайф. Мотоцикл легко, а не легко. Погода немного, ну как немного, погода устаканилась и пришла в норму. Потому что два дня были дожди. И особо никто не верил в то, что сегодня можно будет куда-то поехать. Потому как лело и вчера, и сегодня, и всю ночь. И вот только полчаса назад дождь кончился. И теперь можно ехать спокойно, без дождевиков там и всего вот этого. Это так называемая старая дорога до поти, которая была основной, единственной до того, как рядом построили шоссе. Шоссе является одной такой большой фордой от Батуми до Белиси. И вот эта часть Кабулети-Поти, это тоже часть вот этого шоссе. Но мне эта дорога больше нравится. Она такая знакомая вся и уже родная, близкая. Речка на Танеби. Слева море. Справа выезд на трассу. Вот Белиси-Указатель. Но мы туда не поедем. Мы поедем по этой старенькой дорожке. Спокойно, не спеша. 80. Потому что трассу, это прям вообще не про этот мотоцикл. Это я абсолютно точно понял за 3000 километров. Это абсолютно нетрассовый байк. Если за время дороги сюда я немного расслабился в том плане, что у меня пальцы левой руки были не на сцеплении, правая нога была не на педали тормоза, то сейчас по городу я езжу просто на таком очке. Я постоянно сцепление держу пальцами. Нога задняя, правая нога постоянно на заднем тормозе, чтобы в любой момент можно было остановиться. Потому что, ну, столько факторов, которые здесь меняются и нарушаются сиюстекундно. А вот вообще черт происходит. По этой дороге я в том году, или позатом уже, не знаю, уже запутался, я ездил сначала на своем велосипеде, потом я сделал, я купил другой велик, заказал из России мотор, двухтактный 80-кульговый мотор с комплектом для переделки велосипеда в мото-велосипед. Гонял здесь на мото-велосипеде, потом я сдал на права в Коте, получил права на мопед. Через какое-то время я купил себе Хонду Кап, и ее пригнали из Тбилиси, на автовозе привезли. О, фура едет через сплошной, опять там гоняет, наверное. Это жесть. Нет, не сплошная. Ладно. Значит, Хонда Кап, которую мне привезли из Тбилиси, 850 долларов. 2004 года в комплектации, это был Супер Кап, так называемый, 4-ступенчатая коробка. О, это мне. Меня ни разу еще не оттормозили здесь. Гамаджуба. Гамаджуба. Как дела? Как говорят? Алкотест. Алког? А, да, конечно. Водка пива любит? Не, не пив вообще. Хорошо. Страховка есть? Да, все есть. Вот так вот, да? Идет воздух 2-3 секунды. Все, хватит. Возьми. Угу. Стопку возьми, у вас остается. Ага. Имея фамилия ваш как? Бахарев, Николай. Николаев Бахарев. Да. До свидания. Не будете проверять? Удачи. Спасибо. Вот так вот здесь проверяют. Даже документы не посмотрели. Это второй раз, когда меня остановили в Грузии. Первый раз был как раз на той прекрасной Хонде Кап. Тогда у меня проверили права, и они очень удивились и обрадовались, что у меня грузинские права. А сейчас даже права не посмотрели. Хотя у меня есть и страховка, и категория открыта тоже в Грузии на полноценные мотики, там до 50 лошадиных сил, по-моему. А, еще раз меня останавливали, кстати, когда я ездил на мотовелике на своем, 60 километров в час. Но тогда у меня не было прав, меня просто остановили, посмотрели, что это. Сфоткались, поржали и уехали. Вот это была проверка, какая еще. С Хонде Кап история печальная, у меня ее угнали, я двух недель не прокатался на ней, не проездил. А я ее хранил через дорогу, как бы у соседа, получается, во дворе, в гараже. И одним утром я просто вышел и увидел, что гараж пустой. Да, это было очень-очень печально. Я расклеивал объявление, подал заявление в полицию, но никаких результатов это не принесло, к сожалению. Поэтому сейчас у меня есть GPS-маячок, здесь в мотоцикле спрятан. Также у меня есть, ну, я блокирую руль всегда, вообще всегда. И у меня есть еще механический блокиратор на колесо. Я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы никого, даже мысли не возникло, стырить этот мотоцик. Ну, я не паркую его где-то в каких-то местах, где большая проходимость там или еще что-то. Я даже жилье себе искал с той целью, ну, такое жилье, чтобы было место для парковки безопасных мотоциклов. И я живу сейчас в таком месте, где он у меня прямо под окном стоит, прямо вот на расстоянии вытянутой руки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Так, ну что? Очень много всего рассказывать. Сегодня второй день, как я катался с батумским мото-клубом, можно так сказать. Вчера мы были в одной очень классной точке, но у меня ничего не записалось на камеру. поэтому я сейчас еду еще раз тем же самым маршрутом, которым мы ехали вчера, чтобы заснять его. такой план. Такой план. Я познакомился с очень многими интересными людьми. В общем, здорово провел время. И сейчас я хочу, чтобы что-то осталось после этого прекрасного уикенда. проеду еще раз по этой дорожке до монастыря. А потом уже своим ходом тихонечко поеду в сторону Капулетии дома. Такой план. Дети просят, чтобы я поддал газку, но на моих 400 кубах это как бы не особо впечатляет. Вот там сразу за мной поедет пара на Харли Дэвисон электричке. Я не знаю, какой там объем. Но звучит оно, конечно, очень мощно. Блин, я по этим картам нифига не понимаю, куда ехать. Походу я уже проехал свой поворот. Не привык пользоваться гугл-картами. Так, разворачиваемся. Сюда мне не надо. Редактор субтитров Н.Александрова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Впереди одна дорога Впереди одна дорога Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Ну, собственно, это все. Вот церковь. Вот здесь парковка, где вчера мы останавливались. Надеюсь, все записалось. Ну что, спасибо за внимание. С вами был Николай Бахарев. Honda CB400SS. Западная Грузия. И вот такая вот красота вокруг. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...